Приветствую вас. Я думаю, что вопрос, который вы задаёте, можно разделить на несколько частей, на две, если быть точным, части. Первое, это отношение, в принципе, к нетрадиционной ориентации сексуальной, и ваше восприятие этого, восприятие мужа, мужем, точнее мужем этого. Вот эти вещи важны, очень сильно и очень важно их проработать, потому что, если у вас, например, есть какие-то предрассудки против этого, да, и так далее, то это то, что мешает вам, мешает вашему ребёнку, в том числе, тоже, вот. И здесь нужно начинать с того, чтобы именно вам избавляться от такого вот негатива, да, к подобным явлениям, значит, которые ограничивают и вас, и, вероятно, вашего ребёнка, в том числе, вот. То есть это нужно вот учитывать. Если в этом вам, к примеру, нужна помощь, то я думаю, что будет правильно, если вы вместе со своим мужем, например, обратитесь к нам, за помощью в этом вопросе. Это первое. Учить я вас не буду, да, соответственно, говорить какие-то банальные, банальные вещи не буду в принципе тоже, вот. Смысла, смысла в этом, как по мне, нет абсолютно, вот. Так что здесь имеет смысл именно вот преследовать, как вы сами относитесь к людям, непрадиционной ориентации, вот. Это значит первое. Второе. Второе, что важно выделить, это то, почему вы, именно вы, восприняли, значит, тот факт, что тренер-тренер по баскетболу является гомосексуалистом, да. Почему вы, восприняли это как угрозу именно для своего ребенка. то есть, ну, объективно, там есть еще дети, еще дети, объективно. И, как бы, почему именно ваш ребенок должен, должен стать, ну, например, жертвой каких-то, ну, предизайн, скажем так. Почему именно ваш ребенок? То есть, вот, это, наверное, то, что вам необходимо для себя определить. Почему именно ваш ребенок? Почему не ребенок, допустим, кого-то другого? Да, почему именно ваш? То есть, здесь мне видится, скажем так, несколько, несколько необоснованное внимание в том смысле, что, ну, вероятно, вы излишне концентрируетесь на нем. Вот. А излишне опекаете его. Вот. То есть, излишне стараетесь его защитить. А гиберопека, она ни к чему хорошему провести не может для ребенка. К сожалению. Вот. Поэтому, здесь, опять же, нужно определить значение для вас того, что вы делаете. именно значение, повторю, что, что вот, а, что важно, да, именно значение, а, значение опеки. Так что, здесь нужно исследовать, что вот. Вот. Ну и, соответственно, последний момент. Это, момент, конечно, связанный с тем, что сказал мой коллега, да, смирнов Андрей, по поводу того, как обстоят дела, да, и по поводу того, значит, на что и как нужно реагировать. Вот. То есть, мне, мне, мне думается, что его ответ здесь, он, ну, наиболее такой, адекватный, наиболее такой, лаконичный и четкий. Я бы так сказал. То есть, вот, прислушиваться, да, именно прислушиваться. Вот. 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 И, понять, а не ваши ли это, вот, страхи какие-то собственные. Вот. Вот. Почему отец, эм, ребенка, эм, так отреагировал, да, то есть, вот, это вещи, которые, нужны исследовать. Вот. Потому что, эээ, очень легко, эээ, таким образом, эээ, развить у ребенка, эээ, гомофобию. Вот. А, потом, просто, например, это, опять же, будет, эээ, маленькому человеку мешать по жизни. Вот. Поэтому, эээ, я думаю, что, эээ, действительно, доверие между вами и вашим ребенком, это лучший индикатор, индикатор. Вот. Причем, эээ, заострять внимание, да, эээ, эээ, ну, на, что там, каких-то вещах, заострять внимание. Эээ, эээ, например, эээ, не стоит, заострять внимание, да, то есть, не стоит специально спрашивать у ребенка, аэээ, там, как вот ведет себя этот человек, там, и так далее. Это, опять же, будет его нервировать. Но, эээ, просто, в целом, эээ, уточнять у него, эээ, как обстоят дела, да, вполне себе можно. Вот. Это и будет, эээ, для вас, эээ, лучшим индикатором. Ээээ, лучшим индикатором. Эээ, лучшим же, ребенка, эээ, баскетбола, особенно, если ему нравится баскетбол, эээ, ну, мне думается, что, ээээ, крайне не, не демократично по отношению к ребенку. вот, и может его травмировать, обидеть, настроить против вас, вот, что, опять же, мне кажется, совершенно не нужно, вот, вот, в принципе, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, надеюсь, что это было полезно для вас, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.